Гэс имени Рахмона и двукратный герой Таджикистана. В Кулябе задержан Мулло Садриддин. Узбекистан. 7 суток ареста за проведение Никаха. Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана предложил от имени местной молодежи переименовать Арагунскую гидроэлектростанцию в честь президента Рахмона. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте комитета. Мы, молодежь и все жители города Куляба, гордимся тем, что сегодня наш край, благодаря мудрой и созидательной политике президента, превратился в город сбывшихся надежд и в современный город. Отмечается в обращении. Однако на этом акт Патхалимажа не был закончен. Далее комитет отмечает, что Рахмону необходимо присвоить звание двукратного герой Таджикистана. Мы вечно с лидером нации. Мы любим вас, лидер нации. Мы до конца жизни останемся верны вам, подобострастно подчеркивается в письме. Следует заметить, что именно руками комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана сегодня запущена широкомасштабная пропаганда культа личности Рахмона и восхваления его политики. Так, например, из бюджета для комитета выделяются достаточно большие средства для пропаганды курса Рахмона. Для этого сотрудники комитета при поддержке местных властей совершают туры по всей стране, собирая в актовых залах врачей, студентов, учеников средних школ, сотрудников госучреждений и других граждан. Это происходит постоянно и регулярно, по несколько встреч ежемесячно. Что авторитарные режимы, тоталитарные системы, используя различные элементы промывания мозгов, стараются заниматься культом личности и обожествованием руководства страны. Также комитет недавно оказался в числе инициаторов показа пропагандистского фильма о Рахмоне в лучших традициях азиатских диктаторов. Наблюдатели отмечают, что хвалебные оды Рахмону являются в Таджикистане одним из немногих двигателей карьерного роста в государственных структурах, потому чиновники столь часто используют этот прием, надеясь на благосклонность диктатора. В Кулябе задержан проповедник Садриддин Мулоев, который семь месяцев назад вернулся в Таджикистан, поверив обещаниям власти об амнистии. Об этом пишет ради Азади со ссылкой на родственников проповедника. Как сообщили журналистам родные Садриддина, 21 сентября его вызвали на беседу в Генеральную прокуратуру и задержали. При этом правоохранители отказываются комментировать подробности. Он поверил словам и обещаниям сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью УБОП МВД. Вернулся, прошло семь месяцев и его задержали. Не знаем, почему он содержится в СИЗО Душенбе, сообщил Нематулу Мулоев, брат Садриддина. Также он заявил, что с момента задержания прошла почти неделя, но никто не разъяснил им причины ареста. Напомним, что Садриддин Мулоев является зятем известного проповедника Муло Хайдара Шарифзада, полностью поддерживающего политику режима Рахмона в закручивании гаек по отношению к соблюдающим мусульманам. В 2008 году он был задержан правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в участии в исламском движении Джамаат Таблих. Приговором суда был отправлен за решетку. Освободившись в 2013 году, покинул страну из-за преследований со стороны спецслужб. Хорошо известен в Кулябе как Муло Садриддин. По словам родных, в 2013 году он выехал в Россию и еще через год перебрался в Турцию, где прожил пять лет. Вернулся на родину в 2019 году, получив гарантии от власти обомнести и прекращении преследований. Правоохранительные органы Фирганы арестовали на семь суток мужчину, который провел обряд бракосочетания по мусульманским обычаям – Никах. Об этом пишет информационное агентство «Регнум» со ссылкой на местное издание «Дарьё». Причиной этому стало то, что отец жениха обратился к нескольким имамам для проведения обряда, однако получил отказ, так как пара не была зарегистрирована в органах ЗАГСа. Тогда отец решил самостоятельно провести Никах, идя на риск и осознавая всевозможные последствия. Примечательно, что применение санкций в отношении родителя поддержали правительственные имам Хатыбы, заявив, что этот Никах не признается, поскольку не проведен со стороны сотрудников Духовного управления мусульман. Субтитры создавал DimaTorzok